МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КИПРА предоставляет гражданство страны и, следовательно, Евросоюза российским и украинским миллиардерам, в том числе лицам, обвиняемым в коррупции. По информации издания, с 2013 года власти Кипра получили более 4 миллиардов евро, выдав около 400 паспортов по так называемой схеме «золотая виза». Среди тех, кто получил гражданство Кипра, как утверждает газета, бывший депутат Госдумы России и основатели одного из крупнейших коммерческих банков Украины. Их имена не сообщаются. В список также входят люди с сильным политическим влиянием. Программа получения гражданства Кипра в обмен на инвестиции была запущена в 2013 году. Согласно схеме, заявитель должен вложить 2 миллиона евро в недвижимость страны, либо 2,5 миллиона евро в государственные компании или облигации. До 2013 года гражданство Кипра выдавалось по решениям министерств. В этом году Европарламент обсудит поправку, требующую от стран ЕС тщательной проверки претендентов на «золотую визу». Для справки, «золотая виза» — это предоставление постоянного места жительства участнику инвестиционной программы. Каждая страна обозначает свои условия предоставления постоянного места жительства для инвесторов. В Европе «золотую визу» взамен инвестиций можно получить в Венгрии, Швейцарии, Австрии, Великобритании, Словакии и других странах. Российские новости. 16 сентября компания Volkswagen Group Rus отметила десятилетие запуска локального производства в России. Ровно 10 лет тому назад в Калуге было запущено крупноузловое производство немецких машин. А два года спустя, в 2009-м, на заводе началось производство полного цикла, включающего штамповку, сварку, покраску и сборку. Ведущий мировой автопроизводитель стимулировал в Калуге развитие автомобильного кластера, привлекая партнеров и поставщиков, создал новые рабочие места. В 2011-м было подписано соглашение о контрактной сборке автомобилей Volkswagen и Skoda на автомобильном заводе ГАЗ. С момента запуска площадок в Калуге было произведено более 1 миллиона 100 тысяч автомобилей, более 200 тысяч в Нижнем Новгороде. Сегодня из-за длительного падения спроса на российском рынке, а он сократился вдвое по сравнению с рекордным 2012 годом, чтобы загрузить мощности, компания намерена развивать экспорт. Но, по словам руководителя компании, экспорту из России мешают высокие расходы при производстве и транспортировке. Малое количество стран, с которыми у России есть соглашение о свободной торговой зоне, нестабильность рубля, ужесточение экологических требований. Еще одна проблема – неразвитость автокомпонентного производства в России. К примеру, компания 10 лет не могла найти в России бензин надлежащего качества для первой заливки в новые автомобили, чтобы не повредить двигатель. И вынужденно импортировала в Россию более 7 миллионов тонн топлива. Это было сумасшествием импортировать топливо в Россию. Все равно, что завозить песок в пустыню, иронично заметил руководитель российского Volkswagen по этому поводу. По его словам, лишь несколько месяцев назад они нашли производителя, качество продукции которого устроила немецкий автоконцерн. К происшествиям в регионе недавно в Воронеже была задержана группа мошенников, которая в течение года безнаказанно грабила сеть продуктовых супермаркетов и сбывала опять-таки в ту же сеть. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Чего око не видело, того не сотворит. Дурной пример цыганки заразителен. Молодые жулики, трое парней и одна девушка, средь бела дня шарились по полкам с продуктами в супермаркетах и прятали в карманы из подней штанов все, что по ценней. Дорогие коньяки, кофе, брикеты масла и прочее. Вес роли не играл. Жулики перемещались на арендованные Мазда в другие районы города, где сбывали краденые, пока их не задержали с поличным. В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления МВД России по городу Воронежу задержана группа лиц в составе 4-х человек в возрасте от 26 до 37 лет, жители областного центра, среди которых одна девушка. Они подозреваются в совершении серии краж товара из магазинов одной из сетей супермаркетов. Установлено, что на протяжении года подозреваемые, действуя по предварительному сговору, под видом обычных покупателей заходили в магазины, где прятали под одежду дорогие спиртные напитки, кофе иные продукты питания. После чего незаметно скрывались. К месту совершения преступления злоумышленники пребывали на арендованном автомобиле. Полицейские разработали и провели крупномасштабную операцию по задержанию данной группы лиц. Фигуранты были задержаны после совершения очередного преступления. В ходе обыска автомобиля был изъят похищенный товар. Злоумышленников доставили в отдел полиции, где они дали признательные показания. В настоящее время установлена причастность задержанных к совершению пяти преступных фактов на территории областного центра. По предварительной информации, злоумышленники похитили товар на общую сумму около 70 тысяч рублей. Подозреваемым избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. По данным фактам, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Пожалуй, в скором времени владельцы магазинов распорядятся стекировать продукты питания или сканировать нижнее белье, выходящих без покупки. В тени Большого праздника Дня города случились два происшествия на Левом берегу. В середине дня на улице Ленинградской почти одновременно возникли два пожара. И хотя между очагами возгорания ровно километр, у них кроме времени есть еще одно общее обстоятельство – полыхали однотипные хозяйственные сараи. Подробности в материале наших корреспондентов. Пожары на Левом берегу были заметны издалека. В середине дня, примерно в 13.30, загорелись хозяйственные постройки на улице Ленинградской у дома номер 72. Полыхали сараи, принадлежащие жителям домов, которые уже расселили. Пожарные оперативно справились с огнем и предупредили возгорание одноэтажного дома по соседству. Основательно пролили водой его крышу. Не успели спасатели разделаться с одним происшествием, как в километре снова заполыхало. Теперь у дома номер 36 все по той же улице Ленинградской. И опять горели хозяйственные постройки. Ситуацию осложняли сильные порывы ветра. По веткам зеленых деревьев огонь, по субъективным оценкам, поднимался на высоту до 20 метров. Неподалеку находится детский сад номер 8. По сообщению пресс-службы МЧС, угрозы возгорания жилым домам и детскому саду не было. При пожаре никто не пострадал. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Среди одной из причин возникновения пожаров спасатели называют поджог. На месте чрезвычайного происшествия работали 6 отделений пожарно-спасательных частей. Улица Ленинградская горит с мая этого года регулярно. Вспыхивают по неустановленным причинам пустые дома, из которых жители выехали по программе переселения из ветхого жилья. Кроме домов, предназначенных под снос, горят и хозяйственные постройки. В сообщениях средств массовой информации они выступают как заброшенные сараи. В конце августа мы снимали сюжет о последствиях пожаров таких заброшенных. Тогда сгорело 10 строений, а вместе с ними и немало добра, которые переселенцы не успели вывести. И местные жители также говорили о поджоге, правда уже без слов, вероятно или возможно. Вообще, происходящее на Ленинградской напоминает специальную операцию по зачистке территории. Особенно примечательны пожары 16 сентября. Если имел место поджог, то его организаторы воспользовались тем, что публика и работники СМИ отвлечены празднованием Дня города и ожиданием Большого Небесного Огня в виде фейерверка. А под таким информационным прикрытием проще всего провинуть дело с небольшим очистительным огнем на земле. Такой нужны, очевидно, под перспективную застройку. Вячеслав Запорожец, Валерий Бобкин, Андрей Кочкин, 41 канал. Региональные новости. 16 сентября Воронеж отметил День города. Столице Черноземья исполнился 431 год со дня основания. Традиционно этот праздник отмечается в третью субботу сентября. В этот особенный день по городу прошли концертные программы, выставки, конкурсы и мастер-классы. Подробности в сюжете Анастасии Житких. По традиции на площади Ленина прошло официальное торжественное открытие Дня города. Здесь жители поздравили первые лица региона, которые отметили высокие темпы развития города и области. А творческие коллективы города порадовали своими красочными выступлениями. Особое напутствие горожанам дал митрополит Воронежский Ильискинский Сергий. День города – это особый день не только в жизни города, но и в жизни каждого воронежца. Потому что мы как бы сейчас подводим какой-то некий итог тому, какие мы с вами на самом деле. Здания у нас прекрасные, школы и высшие, и общеобразовательные, замечательные. Заводы работают, сельское хозяйство стоит, прочно становится на ногах. И мы с вами должны осознавать то, что это все – отображение нашего внутреннего устремления. Далее прошла церемония вручения звания почетного гражданина города. В этом году почетным гражданином стал ректор медицинской академии Игорь Исауленко, который признался в любви к своему городу и своей профессии. «Счастье – это когда тебя понимают. Большое счастье – это когда тебя любят. Но настоящее счастье – это когда любишь ты». Каждый из воронежцев на день города составил себе программу по душе. Кто-то отправился гулять по центру, кто-то посетил все концерты и выставки. Но самое главное, что никто не остался равнодушным. «Я сходил по площади, посмотрел машины разные, пожарные. Сходил на концерт». «Выставка, МЧС, ретро, Кольцовский сквер. Песни будем петь где-нибудь». «Я даже не знаю, что можно еще добавить. Мне кажется, здесь все прекрасно». «Я думаю, это очень важно. В любом случае, жители города выходят, общаются с друг другом. Мне кажется, это должно так происходить». В день города в сквере за зданием облправительства увековечили память политика Виталия Воротникова. Здесь открыли бюст человеку, который не просто руководил Воронежским регионом, а поднял свою малую родину. При Воротникове Воронежская область утвердилась в качестве крупного индустриального и научного центра страны. «Его внуки, вот мои дети, они всегда ценили деда за то, что с ним можно было обсудить любые вопросы. Он до самого последнего своего дня очень активно участвовал в жизни и страны, и города. Меня всегда трогает то, что кто бы с ним не работал, всегда отзываются о нем исключительно, как о очень искреннем, добром и честном человеке. И этим мы гордимся». После торжественной церемонии открытие участники и гости возложили к памятнику цветы. Этот бюст можно назвать народным. Финансирование всех работ по созданию и установке скульптуры на себя взяла общественная организация «Землячество Воронежцы». «Вот такой памятник, он будет символом того, что правильный путь есть. Мы должны объединиться на этом правильном пути». В областном суде закончились слушания по резонансному делу двойного убийства, совершенного с особой жестокостью 33-летним жителем Украины Виктором Коваленко в мае прошлого года. Накануне представитель прокуратуры предложил для обвиняемого пожизненный срок. По просьбе его адвоката заседание суда перенесли на 15 сентября. Александр Куцов не скрывал, что намерен ходатайствовать об уменьшении срока своего подзащитного. Какой аргумент может стать смягчающим обстоятельством в пожизненном приговоре Виктора Коваленко? И что сказал в свое оправдание обвиняемый этого громкого уголовного дела? Все подробности в сюжете Галины Жуковой. Сложно представить, что входящий под конвои мужчина – фигурант уголовного дела, обвиняемый в особо тяжком преступлении, совершении двойного убийства, а также в покушении на жизнь малолетнего ребенка. Трагедия разыгралась 18 мая прошлого года в одном из домов переулка здоровья. Здесь Виктор Коваленко убил свою жертву, приютившую к себе на ночлег безработного с Украины. Молодой человек потребовал с гостя, чтобы тот заплатил 500 рублей за свое двухдневное проживание. Но предварительно новые испеченные друзья крепко выпили. В ответ на претензии хозяина Коваленко взял топор и семь раз ударил мужчину по голове. Не повезло и матери жертвы, которая на свою беду пришла к сыну вместе с внуком. По счастливой случайности четырехлетний мальчик остался жив, хотя и получил серьезные травмы. На суде защитник Виктор Коваленко попытался объяснить, откуда в мужчине взялась такая агрессия. Он заметил, что убитый, со слов свидетелей, опрошенных в ходе следствия, страдал наркотической зависимостью и употреблял сильно действующее психотропное вещество, так называемую соль. По версии адвоката, это вещество могло попасть в бокалы со спиртным, которое было распито мужчинами незадолго до конфликта. Здесь, уважаемый суд, по моему мнению, по мнению защиты, Коваленко совершил данное преступление не в состоянии только алкогольного опьянения, которое он, в принципе, отрицает. Я считаю, что в тот момент, когда он совершил данное преступление, в его организме как раз и было данное психотропное вещество, а именно соль. Адвокат Александр Куцов попросил судью и представителей гособвинения принять это к сведению. На Украине у вдовца Коваленко остались две несовершеннолетние дочери, воспитанием которых занимается бабушка. На суде обвиняемый, к слову ранее, несудимый, признал свое вину и попросил прощения за содеянное у родственников. Хочу попросить прощения, Ваша честь, раскаиваюсь. Прошу Вас, если возможно, не назначать на пожизненное лишение свободы. Я бы в старости по возможности выйти на волю. Окончательный приговор по этому делу суд вынесет уже через месяц, 16 октября. Галина Жукова, Валерий Бобкин, 41 канал. Дебютант мировой серии Red Bull Cliff Diving, самый молодой участник соревнований в городе Мостар, что находится в Мосне и Горцеговине, 22-летний воронежец Никита Федотов неожиданно занял третье место, уступив лишь шестикратному чемпиону серии британцу Гэри Ханту и действующему чемпиону мира по хайдайвингу американцу Стивену Лобу. Федотов в финальной попытке получил от судей 3 девятки и 2 оценки в 9,5 баллов, в результате чего переместился с восьмого места на третье. Заключительный этап мировой серии пройдет 21 октября в Чили. Я не ожидал, что буду третьим. Волновался, потому что мне непривычно выполнять стойку на руках на 27 метрах, но я смог встать и когда уже пошел прыжок, понял, что все будет нормально. В итоге все получилось так, как я думал. Если меня пригласят на финал мировой серии в Чили, возможно поеду. Если нет, буду участвовать в турнирах в следующем году. Буду стараться выкладываться по полной, сказал Федотов. Ведущие дайверы планеты прыгали в воду с платформы, которая была установлена на традиционной 27-метровой высоте на Арочном мосту. Финал проходил на глазах 17 тысяч зрителей. Отметим, что в состав судейской бригады входил и почетный гражданин Воронежа, двукратный олимпийский чемпион, а с недавних пор член технического комитета Международной Федерации по хайдайвингу Дмитрий Саутин. А теперь о погоде в Воронеже и области. 19 сентября праздник Архангела Михаила. Михайлов день. В православии Архангел Михаил именуется архистратигом и почитается как глава святого воинства ангелов, стоящих на страже закона Божьего. Его считают покровителем и соратником христиан, выступающих против сил зла. На Руси в этот день устраивали мирские брачины, сходки, на которых решали разнообразные семейные и соседские дела. Всего в году случалось две большие брачины – Михайловская и Никольская 19 декабря. На брачине после выяснения отношений между родственниками и соседями устраивали перы, на которых каждый приносил свое блюдо. За столом обычно происходили примирение и братание. В этот день наблюдали, как падают листья с осины, если лицом вверх – к студеной зиме, если изнанкой – к теплой. По приметам, если на Михаила день теплый, то осень будет долгой. А синоптики 19 сентября на всей территории Воронежской области обещают теплую погоду без дождя. В Бугучаре будет жарко и ясно, здесь воздух прогреется до плюс 28. В Росошей и Павловске также ясно и 26 градусов выше нуля. В Борисоглевске такая же температура и малооблачно. В Бутурлиновке плюс 25 и ясно, в Боброве-Лисках также ясно, но столбик термометра достигнет отметки на 1 градус ниже. В Острогорске плюс 23 тепла и ясно, а в Коклепке такой же температуре малооблачно. В Семилуках и Рамонии по прогнозам будет малооблачно и 22 градуса тепла. В Воронеже 19 сентября будет малооблачно, температура воздуха 22 градуса выше нуля, ветер западный 3 метра в секунду. Адмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Это все на сегодня. Смотрите «Воронеж. События. Факты» на телеканале «Вместе» в 7.00 ровно в полдень в 19.30 и в 20.30 по московскому времени, а также на нашем канале в интернете. А я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До встречи в эфире 41 канала. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!